Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Библейский час». Сегодня мы продолжаем разговор на тему книги «Экклезиаста». В гостях в студии радио-телецентра «Голос надежды» священник Факторович Владимир Иосифович. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иосифович, я по нашей традиции, уже установленной, переворачиваю часы, которые будут символом нашей программы, потому что этот цикл посвящен книге «Экклезиаста». Именно в этой книге мы находим такие слова, которые многим очень знакомы. Время жить, время умирать, время плакать, время смеяться, время разбрасывать камни, время собирать камни. Но, наверное, самое известное из них – это «суета, сует». «Все – суета и томление духа». Да, и томление духа. Вообще, книга, с которой мы с вами соприкасаемся, я хочу вам даже больше сказать. Я много просил Господа о том, чтобы эти встречи состоялись. Книга, с которой мы соприкасаемся, эта книга бесценна. Бесценна в опыте мудрейшего из мудрых человека, бесценна в выходе из этой ситуации, в которой он попал, бесценна в тех уроках, которые мы имеем, в той практике мудрости человеческой, которая бывает соединенная с мудростью Божьей, а бывает разъединенная. Вот мы и закончили в прошлый раз на этой идее, которая записана в конце первой главы, которая написана, 17 стиха. Я прочитаю только два стиха, последних. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». И вот, как мы говорили в прошлый раз, как раз в этом и есть ответ на проблемы экклезиаста. Он соединил и пытался соединить то, что нельзя соединить, о чем мы говорили. Соединить мудрость и безумие, и глупость. И дальше делает вывод. Вывод неправильный. Вывод неверный. Но он верит в то время в то, что говорит. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Чтобы возразить ему, я воспользуюсь его же словами, только в книге притчи. Его. Ну, знаете как, в моем понимании, в моем опыте, в моих исследованиях, книга притчи все-таки, хотя нет четкого определения, это книга все-таки более раннего Соломона. Вот открываю вторую главу с 10 по 11 стих. Книги притчи. Вы знаете, пока вы находите этот текст, я вспоминаю одно выражение. Когда я учился в семинарии, то наш преподаватель говорил так. Может быть, он был не совсем прав, но выражение было таким. Когда Соломону было 20, он написал песнь песней. Когда ему было 40, он написал книгу притчи. Когда ему было 60, он написал книгу экклесиаста. Хорошая мысль. Действительно, как бы она ни было, это очень близко к тому, что прочитывается при прочтении. Вот я сейчас прочитаю его слова. Это вторая глава книги притчи. С 10 по 11 стих. Еще раз напомню, что это пишет человек, который в будущем скажет, что в этом нет никакого смысла. Что в мудрости только печаль, только скорбь. Читаем. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Вы обратили внимание? Есть смысл. Да, мы видим, оказывается, в мудрости есть смысл. Оказывается, мудрость приятна человеку. Оказывается, мудрость, которая порождает плод мудрости, рассудительность, оберегает нас. Вот, собственно говоря, мы как бы входим в такой диалог между Соломоном помоложе и Соломоном постарше. Но здесь у меня возникает вопрос, о какой мудрости идет речь. Ведь тот же самый Соломон в первой главе говорит о глубочайшем пессимизме, который он испытал в своей жизни, ища эту мудрость. И когда он умножал эту мудрость, ну, будем говорить, наверное, земную мудрость, то он умножал скорбь, не находя ответов на те мудрые, будем так говорить, вопросы, которые и сегодня звучат, наверное, в миллионах сердец. Не так ли? И скорбь-то умножается от того, что нету этих ответов. Ведь время-то течет в жизни. Человек взрослеет, он мудреет земной мудростью, он становится более рассудительным. Но что ему делать с вечными вопросами о смысле жизни, об управлении своими эмоциями, которые неуправляемы у миллионов людей? Огромная нужда в психологах, потому что они нуждаются в помощи извне, чтобы хотя бы как-то привести в порядок или в какие-то рамки свою собственную жизнь. Вот как раз я очень благодарен вам, что вы как-то, знаете, оттянили эту проблему. Вот смотрим, и в первой главе написано, кривой не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. По мудрости человеческой? Да, абсолютная правда. Ну а что же делать тогда? А когда ученики задают Господу вопрос и говорят, а кто же тогда может спастись? Да, это тема тоже невозможности. То Господь говорит, невозможный человек возможно Богу. Мы знаем с вами, исследуя Священное Писание, кто исследует давно, тот уже сталкивался с этим. Кто сейчас, может, впервые собрался на то, чтобы провести время с Библией, то я могу сказать, что когда-то Господу было выражено сомнение. У Авраама и Сары не было детей. И Господу было выражено сомнение по поводу того, будут ли дети. Потому что Господь сказал, будут. И Сара внутренне усмехнулась. И тогда Господь говорит слова, потрясающие слова. Разве есть что-нибудь трудное для Господа? И вот сейчас мы читаем снова, кривое не может сделаться прямым. Может. Может сделаться. Господь в состоянии кривое сделать прямым. Господь в состоянии поднять из праха нищего. Господь в состоянии изменить отношение к проблеме у человека, который зависим от наркотиков. Господь в состоянии изменить мировоззрение у человека, который погряз в рутине греха, скорби. Господь в состоянии вывести из депрессии невозможное человеку, возможно, Богу. И здесь в чем проблема как раз экклезиаста? Проблема в этих словах, что его мудрость стала зараженной безумием. Но безумие опять-таки полагаться на свои человеческие силы, наверное. А безумие – это мудрость мира сего. Это мудрость, посеянная лукавым. Как в одной из телевизионных передач, в одном из реальти-шоу прозвучали такие слова. Не бойтесь своих желаний. Хорошие слова. Не бойтесь своих желаний. Делайте, что вам нравится. Поступайте, как вы хотите. И вот тогда мудрость человеческая, которая является безумием в глазах Бога, входит и разрушает нас. Разрушает нашу любовь. Разрушает нашу радость. Разрушает наше блаженство. Разрушает смысл нашей жизни. Человек, который не боится своих желаний, потакает своим желанием, погибает. И его желания раздавливают его. Мы сейчас чуть позже услышим это от Соломона. Вот у меня есть одна небольшая цитата, которую я выписал, готовясь к нашей передаче, о книге «Экклезиаста». И вот вы сказали о том, что «Экклезиаст», он как бы видит вот этот мостик, который ведет его дальше ограниченного человеческого познания этого мира. И резюмируя сказанное о книге «Экклезиаста», Джордж Райт, автор очень известного библейского комментария, пишет. «Ключ от всего неизведанного у Бога. Но он не даст его тебе. Поскольку этого ключа у тебя нет, ты должен полагаться на Бога, чтобы он открыл эти двери в неведомое. Не на себя, а на Бога. И, наверное, первоначальный пессимизм «Экклезиаста», который мы находим в первой главе, ведь очень пессимистическое повествование. Суета, сует, все суета. Нет никакого смысла в человеческом существовании. Даже любовь, она проходит. Дети, в которых мы вкладываем все самое лучшее, потом уходят и часто забывают о благодеяниях родителей и оставляют их на произвол. Это наша жизнь. Что делать с этой несправедливостью, с этими случайностями, порой трагическими случайностями, которые происходят в жизни человека? И мы вынуждены с этим жить, но не смиряется наше сердце с этим? И ведь три тысячи лет назад «Эклезиаст» писал об этом же самом, и проблема, она до сих пор остается. А вот этот мостик, наверное, как раз и нужно увидеть глазами человека, который испытал все это на своей жизни, да? Мы об этом еще будем впереди говорить. Вы говорите, вообще сердце человеческое не может успокоиться, пока оно не соединится с источником смысла жизни, пока не обретет Бога. А почему? Ведь сегодня проповедуют совсем другую психологию. Ты должен настоять на своем, ударить кулаком по столу, добиться этой идеи супергероев. Это же предлагается как счастье для человека. Дело в том, что человек, когда мы вспоминали Адам и Ева, человек, который находится в близости с Богом, в гармонии с ним, он в комфорте. Вспомните, что произошло после грехопадения. Вот уже семья живет отдельно. Они хотели независимости. Они хотели самостоятельности. И уже родился у них ребенок. Первый ребенок, Каин. Что произошло? Вот это вот осознание того, что было раньше, позволяет Еве сказать, что ребенок от Господа. Но родился Каин, который совершает самый тяжкий грех, который сегодня считается одним из самых тяжких. Более того, она думала, что этот первенец и есть тот самый спаситель. Вот что интересно, вот уже мудрость пораженная, мудрость нарушенная и горе, беда входит в жизнь. Вот это как раз та самая проблема, которая делает человека несчастным без Бога. Что бы ни говорили мудрецы мира сего, что бы ни говорили сегодня философы, человек не будет иметь покоя без Бога. Вот давайте мы сейчас с вами, просто прочитывая, прочитывая дальше вторую главу, обратим внимание на некоторые аспекты. Вот вторая глава. Читаем. Читаем опять же слова Экклесиаста. «Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром, но это суета. О смехе сказал я, глупость. О веселье, что она делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увидишь, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Вот остановка. Он захотел понять, что хорошо, да? Но он решил испытать это все на своем опыте. И самое главное, что чтобы понять, что хорошо, он прибегает не к добру, он прибегает ко злу. Обратите внимание, в чем проблема? Проблема Экклесиаста в том, что он ищет хорошо уже не через осознание внутреннего смысла жизни, а через ублажение своих, ну, может быть, таких более низменных, плотских наклонностей. Как будто бы нормально. Он говорит о том, испытая тебя весельем, но это ему не нравится. Это веселье не приводит его к радости. От веселья не весело. Дальше он говорит, я хотел испытать смехом. Глупость. Что она делает? Потом он прибегает, ну, на сегодняшний день к очень распространенному, актуальному способу развеселить себя. Мы понимаем Экклесиаста. Ему плохо. Он находится в жуткой депрессии. В первой главе мы почитали комосостояние. Он хочет чего-то веселого, но веселье не веселит. Он хочет посмеяться, но смех не приносит ему никакого удовольствия. И тогда нужен какой-то стимулятор. Это извечно. Это было много лет назад, это есть сегодня. Но я думаю, что те, кто сегодня с нами в этой большой аудитории, мировой аудитории, знают, что попытка каким-то образом выйти из депрессии часто упирается в реальное какое-то желание себя стимулировать. Какое-то наркотическое средство. Не потому, что я, как священник, буду убеждать вас в том, что это плохо. Нет. Сейчас мы читаем, что это действительно плохо. Это было плохо много-много веков, тысячелетия назад. Он попробовал. Он хотел узнать, что такое хорошо. Мы сегодня хотим узнать, что такое хорошо. И мы ищем это хорошо, но не находим. Никто сегодня не будет спорить со мной, что алкоголь, что табак, что наркотики делают человека счастливым. Я не думаю, что кто-то будет сегодня оспаривать. Где эти счастливые? Где это счастье? Мы с вами слышим и видим каждый раз слезы матерей. Я вспоминаю, когда мы с сыном были много-много лет на кладбище. Он показал памятник, который был поставлен мальчику, с которым учился и дружил. От передозировки наркотиков его нет. Где это хорошо? А хорошо? Ну, давайте откроем книгу в Тарзаконе, пятую главу. Просто прочитаем, что Бог по этому поводу думает. С 29 стиха. В Тарзаконе, пятая глава. Это как раз свод законов. Зачем нужны законы? О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. 32 стих. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам. И прожили много времени на той земле, которой получите во владение. Обратили внимание, мы же с вами видим, Господь дает свои законы, свои принципы. Дает только для того, чтобы нам было хорошо. Не ради того, чтобы поставить себя над нами. Не ради того, чтобы нас зажать в какие-то рамки. Не ради того, чтобы управлять нами. А чтобы нам было хорошо. Чтобы было хорошо нам, нашим детям. Чтобы было хорошо всем тем, кто зависит от нас сегодня. Он гарантирует нам это. И экклезиаст проверил это. Мы с вами живем в мире, который постоянно проверяет это. Я просто думаю, знаете, Сергей Анатольевич, сколько нужно времени, чтобы прошло, чтобы перестать проверять злом. Чтобы перестать проверять грехом. До какой поры человек будет убивать себе подобных, убивать своих детей, проверяя грехом Слово Божие. Когда будет положено этому конец? Когда мудрость Божия, наконец, восторжествует? Я думаю, что это старая-старая ложь, которую мы находим в третьей главе книги «Бытие», когда дьявол предложил Еве вкусить от запретного плода. И говорит, нет, не умрете, но станете как боги, знающие добро и зло. Ева думала, что ей будет хорошо знать и добро и зло. Но в грех вошел, и мы знаем, чем это заканчивается и продолжает заканчиваться в миллионах жизней. Но это не учит же человека сегодня. Но мотивация, мне кажется, она как бы имеет две стороны медали. Вот то, о чем вы говорили, Бог говорит о чистой мотивации. Идите моим путем, чтобы вам было хорошо. И это хорошо, это хорошо весьма. Как мы читаем в первых главах книги «Бытие», когда Бог дает это полноценно, потому что он есть полнота, по-гречески «плерома», да, то есть он полнота всего во всем. Но мотивация греха ведь тоже, чтобы было хорошо. Ведь если я сегодня начну с возлияния, с шумной кампании, молодежь, дискотеки, вот эта легкая жизнь, это же для миллионов людей тоже хорошо. И попробуйте с этим поспорить. Они будут смеяться над вами, но ведь дерево познается, по плоду, говорит Иисус Христос. И вот здесь, наверное, и проверяется, а будет ли это хорошо весьма? Будет ли это хорошо во всей полноте твоей жизни? Ведь есть опыт жизни человечества ценных поколений. Ведь мы сегодня находимся не вне этой жизни. Мы же сегодня находимся внутри этой жизни. И мы видим, что это нехорошо. Мы видим не по результатам, не потому что я вам сегодня читаю из этой книги, что такое хорошо и что плохо. Сергей Анатольевич говорит, весьма хорошо. Но и весьма плохо есть в этом мире. Мы же с вами видим все это. Нужны еще какие-то доказательства. И разве сегодня наша молодежь, которая говорит о том, что нам это хорошо, и не надо нас учить. Разве они живут вне этого мира? Разве они живут вне этих детей, которые рождаются инвалидами? Они разве живут вне этих стариков, которые находятся без средств существования? Разве они живут вне этого мира, в котором столько горя, страданий и слез? Зачем же еще умножать? Какие еще нужны доказательства? Разве это не в нас и не вокруг нас существует? Вы знаете, по этому поводу, вот сейчас мне пришел на память стих из апостола Павла. Когда мы говорим, кстати, здесь есть прямая связь с экклезиастом. Он использует то же самое слово, которое в «Севтуагинти» в переводе на греческий Ветхого Завета используется как «суета». И в послании к римлянам, в 8 главе, в 20 стихе, он пишет «потому что тварь или творение покорилось суете недобровольно». То есть, есть некая злая сила над нами, которая влечет нас к этой суете. И, кстати, здесь суета может отождествляться и с грехами человеческими. Потому что все эти грехи – это все суета. И вот Соломон как раз об этом и пишет. Третий стих 2 главы «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, ублажать себя всем, испытать все для того, чтобы познать». А может быть в этом мудрость? И придержаться глупости, как тут же он и говорит. Он сам признает это. Да, готов даже и на полную глупость, чтобы обрести все-таки мудрость. Вот парадокс этой ситуации. К чему все идет? По сути дела, идея греха, идея греха, да, это тайная такая идея греха, заключается в том, что, да, есть силы, есть дух, очень могущественный дух, который побуждает ко греху. Да, человек сегодня живет в искушениях. Да, Господь наш говорит, я знаю, что вы живете в искушениях. Он сам принял на себя нашу плоть. И что он сказал? Теперь он знает, как искушаем помочь. Это не новое знание для Бога. Это новое ощущение для Бога. Иисус прожил в нашей плоти 33,5 года. Он познал муку искушения. Но это было новое откровение для сынов человеческих. И самое интересное, что он указал путь. Он указал путь. Он указал путь на то, что мы сами не в состоянии решить эту проблему. И, собственно говоря, проблема заключается в том, я хотел бы сегодня еще сказать об этом, сказать явно, что, обращаясь ко всем, я не говорю, боритесь со грехом. Я не говорю, оставьте свои грехи. Это совет безумный. Это бессмысленный совет. Я говорю, найдите Бога. И Он избавит вас от греха. Найдите Бога, и Он даст вам смысл жизни. Найдите Бога, и Он заменит то, что сегодня влечет вас. Если сегодня запретить то, что влечет большинство людей, живущих в мире, особенно молодежь, просто запретить, то это безумие. Мы должны чем-то заменить это. А это есть только в руках Бога. Это нет в моих руках. Это есть в руках Божьих. Поэтому Он сегодня предлагает это. И весь смысл, которым мы с вами еще раз придем, изучая книгу Экклезиаста, это обрести хорошо от Бога. И тогда действительно будет хорошо. Обрести радость от Бога. Священное Писание говорит, что вы обретете радость совершенную. Это гарантии Бога. Он нам дает гарантии. Придите ко мне. То есть это та самая полнота, которая и тоскует сердце человеческое. Да, придите ко мне и обретете покой. Если Бог это говорит, это правда будет. Вот, кстати, вопрос. А дает ли покой тот, который с другой стороны использует искушение, для того, чтобы человеку было хорошо в грехах, но только на время? Обретает ли человек покой? Вы знаете, я думаю, что этот вопрос уже практически риторический. Вот если сегодня мы с вами задаем этот вопрос друг другу, то ответ на этот вопрос уже известен тем, кто слушает нас. И кто слушает сегодня, кто слышит, видит нас, и кто находится с нами вместе, отлично знает, что покой никто никогда не приобретет, даже через вот эту внешнюю усладу, плотскую усладу, которая в конце концов оборачивается мукой и депрессией. Вот книга, книга, откровение человека, который говорит нам о том, не найдете покой во зле, не найдете покой в познании зла, не найдете покой в познании глупости, не найдете покой в вине, не найдете, потому что я имею мудрость от Бога, я царь Израиля, я самый богатый человек, самый мудрый человек, не нашел, не найдете. Вот ответ на этот вопрос. Вспоминаются слова того же Соломона в книге притчи, «Лучше кусок хлеба в доме, но с миром, чем полный дом заколотого скота, оказывается на изобилие, но с раздором». Действительно, человеку не так уж и много нужно, когда мир и покой на сердце, наверное, это то самое «хорошо», о котором мы сегодня так много уже говорили. Но вот как найти это «хорошо» и «хорошо весьма», этим и был озабочен Соломон, исследуя все то, что он видел вокруг себя. Мне очень хочется обратить внимание на то, обратить внимание на тех, кто нас видит и слушает, что мы не ведем какие-то богословские разговоры, что мы не даем какие-то советы, которые нельзя использовать, что мы собрались сегодня не для того, чтобы научить вас жить, мы собрались для того, чтобы учиться жить вместе, учиться жить у того, кто прошел через все это. Да, возникает вопрос «как? Каким образом? Как найти Бога?» Но чтобы найти Бога, то, в принципе, нужно его искать. Я хотел бы еще немножечко, буквально немножко, прочитать из Священного Писания. И, по сути дела, та идея, которая нам очень близка. Я предпринял, пишет экклезиаст, большие дела. Построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слух и служанок. И домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, драгоценности от царей и областей. Завел себя певцов и певиц. Я вот буквально сейчас почитаю выборочно. Сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья. Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои на труд, которым трудился я. И все, все. Суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. Вот по сути дела. Вот итог. Да, итог. Вот итог. И, собственно говоря, та проблема, которая сегодня так интересует. Современно это? Современно. Но обратите внимание, здесь есть вот эта идея, которая сегодня привлекает многих. Идея, записанная очень коротко. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. И не возбранял сердцу моему никакого веселья. Что пользы от них? Вот по сути дела. Нам нужно сейчас заканчивать эту программу. И мы только опять прикоснулись к этой главной теме, о которой размышляет Экклезиаст. Это поиски создателя, поиски спасителя, чтобы действительно хорошо было душам нашим. И я вижу, как уже появляется свет в конце тоннеля. Как беспомощность обретения того мира и того покоя, и той радости и полноценности бытия, которую искал Экклезиаст, проявляется в его жизни в полной мере. Но как дальше продолжаются его поиски, мы с вами будем уже видеть в нашей следующей программе, в нашем цикле передач, в библейский час, посвященный книге Экклезиаста. Увидимся с вами на следующей программе. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok